Ну, Даняр пошел на бокс непроизвольно, потому что папа у нас тренер, старший сын у меня занимался боксом. Ходили в зал на тренировки каждый день, и Даняр вместе с ними бегал в зал. Ну, в зале он не занимался, как бы, с ним никто не занимался, он играл, папа занимался с детьми и со старшим сыном, а Даняр все время играл. Ну, а поняли мы, что он серьезно начал заниматься в тот момент, когда он попросил сам. Папа говорит, можно я с тем мальчиком буду работать? А на то время этим мальчиком, они на два года старше были, уже занимались у нашего папы. И Даняр говорит, я с ним буду боксовать. Отец говорит, нет, нельзя, ты еще маленький, во-первых, ты еще не занимался, ты просто бегаешь, играешь. Он говорит, нет, я его побью. Он говорит, как так? Ну, давай попробуй. И они поставили, они проводили спарринг, типа. И Даняр отработал, говорит, как будто вот он целый год занимался, а не просто бегал, играл. Видимо, он когда играл, все это воспринимал, как губка, всасывался и учился. Не только играл, но и учился, оказывается. И с тех пор мы поняли, что он займется боксом. Да, нелегко, конечно, было, но смотрела. Но когда сняли шлемы, отменили шлемы, я уже не могла смотреть. Видимо, как-то шлемы для меня казалось, вот защита, вот что-то успокаивающее было. Вот как они сняли шлемы, мне тяжело смотреть. Я в основном не смотрю. У старшего сына, большой мальчик, уже 5 лет, он с ним боксует в перчатках. И он, о-о-о, из своего дяди все время в нокаут ложит. Даняр, коке, татлы к келим, Аллашар был ку. Даняр, коке, дар. Субтитры создавал DimaTorzok